Продолжаем чтение книги Игумена Никона Воробьёва о началах жизни. Глава «Осуждение». А главное, сохраняй мир с ближним, насколько это зависит от тебя. Считай, что там собрались в кучу всякие больные, так это и есть. Поэтому и надо относиться ко всем, как относятся в больнице. Там, то есть в больнице, не ругают, что кто-нибудь заболел лёгкими, сердцем, животом. Не говорят им «Ах, ты негодяйка слепая, ишь, глазами заболела». Так и вам друг друга не ругать надо за душевные болезни, а терпеть и жалеть друг друга. Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов, говорит апостол. За высокоумие, гордость или постоянное злое осуждение ближних попускается падение человеку. Признаком сознания своих грехов и покаяния в них является неосуждение ближних. «Еще очень прошу тебя, не осуждай никого. А для этого старайся ни о ком не говорить ничего, ни худого, ни хорошего. Это самый лёгкий способ не быть осужденным на том свете. Ибо Спаситель, Господь Иисус Христос обещал, «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены». Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. Один человек, монах, жил очень нерадиво, а когда стал умирать, то был в радости духовной и нисколько не страшился смерти. Когда старцы стали его расспрашивать, какие у него тайные добродетели, что он умирает, как великий праведник, то он ответил, «Господь меня известил, что всё мне прощает и не осуждает за мои грехи, потому что я сам никого не осуждал». Вот и ты иди этим лёгким путём. Когда вы познаете себя несколько, поймёте своё бессилие стать такой, какой должны быть, то перестанете осуждать кого-либо, тем более презирать. В больницах не осуждают друг друга за ту или иную болезнь, а мы все больны душевными болезнями, грехами.